Европейский союз с единым фронтом выступает за территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границ. Однако предстоящие в среду дебаты на сессии Европарламента в Страсбурге выявят разногласия между странами-членами ЕС по поводу отношений с Россией. К диалогу с ней призывает лидер социалистов из Испании. «Мы должны учитывать мнение всех сторон о территории и суверенитете, а также о том, как экономические санкции повлияют на определенные отрасли», – сказала Ирачи Гарсия. «Очевидно, что в случае военного вмешательства России против нее будут введены санкции». С этим согласны большинство в этом парламенте. Но лидер фракции Левая считает, что Евросоюз должен нейтрально относиться к напряженности между Россией и Украиной и между Россией и НАТО. «С одной стороны, Владимир Путин прибегает к провокациям, отправляя войска на границу. С другой стороны, НАТО и Соединенные Штаты провоцируют его, когда хотят расширить НАТО до границы с Россией», – сказала Манона Бри. «Что касается меня, то, как француженка, я следую традициям генерала Деголя. Наша традиция и наша позиция – это не присоединение. Мы не должны выбирать, становиться нам на сторону России или на сторону НАТО». Но бывший министр иностранных дел Польши, правоцентрист Радослав Сикорский, однозначно занял позицию против российского президента. «Надо ему сказать, что если он вторгнется на Украину, то получит партизанскую войну, который мы будем поддерживать, если понадобится 10 лет. Мы заберем личные деньги Путина, которые прячут его виолончелист и его повар, а его олигархи – в налоговых гаванях в западных банках». Тем временем Европарламент только что одобрил новый пакет помощи Украине в размере миллиард 200 миллионов евро. Депутаты обосновали это тем, что опасения по поводу потенциального российского вторжения уже наносят ущерб ее экономике.